Всех виталий, дорогие мои друзья! Пасха у нас... Праздник Пасхи у нас продолжается. Вот, смотрите. Пасха продолжается. Мы думали, что мы так много наготовили, что не съедим. Но сегодня решили бешбармак сделать. Ну, столько мужчин, столько людей у нас. Ну, да. Мы бачим, что уже нам не хватит. Мы решили, чтобы бешбармак сделать. Домашние уточки, курочки. Это Оксана привезла. А это наша уточка, что в холодильнике лежала. Что мы ее зарезали. Все недавно так зарезали. Ну, вот и будет у нас бешбармак. Бешбармак вкусный. Галя, как всегда, вкусное, тоненькое тесто за месяц. Вкуснейшее. Ложку с горкой соли на такую огроменную кастрюлю. Она сейчас, во-первых, немножечко выкроется, выкипит. А во-вторых, там же цель, цель на несколько кусок мяса. Сейчас это я вытащу, и у меня останется бульон, вот, столечко. Нам как раз хватит. И тесто вкинем, и будет нормально. Еще картошку сейчас закинем. Я уже начистила морковку, начистила лук, лук, морковку. Сейчас еще картошку. Да, и все. Галя просто решила побаловать. Побаловать. На праздник. Наши мужчины любят, любят наши мужчины. Бешбармак. А мы только морковки, побольше это. Тесто меньше будем. А мужчины... Почему меньше? Галя, праздник. Мы можем и побольше, понимаешь? Все варится. Ой, а это что здесь, Света? Смотри, тут что-то капает. Смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Смотри, мы елпану. Света здесь занимается... Еще приготовили, Света испекла панатоны на Пасху. И эту панатону, эту панатону съели за 5 минут, ну, 10 минут. Не буду раз, что 5 минут. 5 за 10 минут съели. И Света сейчас решила, сказала вообще-то, что не будет готовить ее эту панатону. Но решила все-таки приготовить. Да, Света? Убиваюсь, а? Да. Не залишила ничего. Я еще говорю, Света, я же не успела снять, как ты делала панатону. Рецепт покажи. А Света говорит, да, тетя Люба, не буду. Я уже не хочу. На следующий год только буду делать. Потому что, говорит, такая морока, такая морока. А сейчас, посмотрите, опять начала. Марока-морока, а сама начала опять. И опять-таки, меня не позвала. Моим зрителям не покажешь, как ты это делала. Да, Словик, он там занят, там была, что я буду делать музыку. Ну, так расскажет тебе, как Афаула. А дальше будет показывать, что теперь делать. Да. Что теперь делать. А почему ты решила Света панатону делать? О, это целая история. Мы сейчас уже дальше в Киеве с Мишкой. Ну, его сестра, сейчас. Ага. Сейчас. Цедру уже, Светлана сделала яйцо, но это уже она вам расскажет. Да, Светлана. Не выгадала из опоры. Первый раз у меня немножко не вышло. Нет, у меня это вышло. Но я думала, в чем же проблема, просто не по рецепту пришлось доробливать. Немножко не по рецепту пришлось доделывать, потому что написано там 500, не помню, сколько, 275, то есть 550 грамм муки, я брала двойную порцию. Вот. И поэтому, и смотрю, у меня жидкое тесто. Жидкое, вообще жидкое тесто. Думаю, сейчас не ту. А мама, что смирает, то выходит? И мама, и мама скажут, ну добавляю муки, а что делать? Кабакала добавляла. Добавляю, добавляю, ну ладно, там 50 грамм добавить, ну ладно, может не знаю муки, там яйца, ну 100 грамм. Я добавляю, 150 грамм, я добавляю 200 грамм. Думаю, это что-то не то. Ну ладно, хай же оставься, и куда, будет уже редко, редко. Ну не, я вышла нормально. А сегодня я уже делала, я поняла, что я... Не сегодня, а позавчера. Сегодня я уже делаю, и я смотрю, что я во вторую опалу, оказывается, меньше муки, просто разбросила. У меня вышла опара, очень такая жидкая, она должна быть более густой. То это уже сегодня, я уже вижу, что она уже такая густенькая. Угу. Мальчик. Для этой опары, что я брала? Сейчас я вам вся по рецепту скажу. 7 грамм сухих, или же 21 грамм живых дрожжей, дрожжей, 185 грамма воды, тёпленькой. Всё это перемешала, и добавила 90 грамм муки, под плёночку, и в тёплое место. Ну, перемешала, это опара первая. Я брала всё вдвойной. Я буду говорить вам так, себе у меня тоже запись так. На одну. На одну. Там получается, сейчас покажу. если на одну, вот как я говорю, вот таких 13,5 диаметра формочки, две штучки получится. То есть, если вот таких штучек, три уже получится, если помешать. Вот. А я брала вдвойной. На селе. Делай, делай побольше, а то опять не хватит. Разметут. Нет, на нашу почту ещё разметут. Да, и... Да раз ещё возьмут. Одну дам, ну, один в суток, да, дождём, дождём. Вот. Поэтому у нас и не хватит. А дома я не знаю, встанется или нет. Хоть бы третий раз в моей сестре поймёте. Вот. Опару поставлю, опара... В это время, когда опара стоит, подходит, берём 45 грамм масла и берём 30 грамм сахара. Сахара. Это всё перемешиваем. Только масло размягчённое должно быть. Оно у неё вот так стоит. Ну, тут больше, это уже на второе. А вообще вот так вот масло в стаканчик. Оно размягчилось. Потом выбрасываем такой ложкой. В тарелочку и туда же... Не в тарелку, а вот такое уже что-то брать. Побольше. Ну, можно... Если меньше, то поменьше. Если меньше, делать. Но если я вот двойную, то вот такая вот где-то... Объём вот такой должен быть. Перемешиваем масло с сахаром. Хорошо-хорошо-хорошо вымешиваем. Добавляем ещё 2 яйца туда. Всё это вымешали. Там будет такие, как масса чуть-чуть плавать, но ничего. Потом туда добавляется опара. Опара тёпленькая. Всё это вымешали хорошенько, вымешали. Поставили буквально 5 минут, оно постояло, чтобы масло нормально растворилось. И тогда добавляем туда 175 грамм муки. 175 грамм муки. Всё это опять... 135 грамм муки. 135 грамм муки. И это всё хорошо. Опять перемешали. Перемешали. Закрыли плёнкой или там... Кто в чем. И опять опара. Опара. Оця опара всё у меня готова. Так, а я сейчас ещё крышкой поставлю, потому что она у меня не дошла, как треба. Всё, тётя Люб, закинула 90 грамм. Опять не успела. Только выйду уже без меня. Тут варят. Это же мы снимаем видео. Всё, я закинула масло. 92. Ну, вам скажу, у меня двойна-то больше. И 90 грамм цикла. Сахар 90 грамм. Взяла так чуть-чуть просто взбила и добавила одно яйца силы и грешок скал. И вот всё, размешаю. Я забыла свечу. Всё, что мы работали. Я перемешаю. Итак, зрители, напишите что-нибудь в свете. Всё, она забывчивая. Главное. Ну, сами меня отправили. Каль позовём. Ну, да. Было. Было. Тебе не надо молчить, не надо молчать. Яйца белые. Белое тебе надо. Я надо, я надо. Выпросим. Ну, всё, да. Чтоб не бывает милые рахматы. Очень красиво, да, ещё. Добавляю цедра. Это цедра, лимон, апельсина. Добавляю цедра, лимон, апельсин, 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 апельсин. Я не знаю, навіть, где я. У меня уже Мишка питал. Я не помню, я не знаю, я не знаю, как я пальцами ковыряюся. Добавляю цедра, лимон, апельсин, 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 апельсин. И вот я её попробовала, и всё, и она заполнила моё сердце. Понравилась, да? Очень вкусная. И она очень вкусная была. Я тогда себе решила, что я хочу такую памятуду приготовить. Искала уже, всё обсмотрела, искала, искала. Наверное, раза четыре, да, уже готовила раза в рецептах? Каждый раз, на каждую Пасху там уже и хлопья, и с мигдальними хлопьями. И покупала там сахар коричневый, и ещё что-то. Такие всякие там масла. И это всё искала. Ну, чтобы же всё чётко по рецепту, как они сказали, чтобы она должна облажнать. Они все сухие в середине получаются. Ну, вот, вкусно, всё, хорошо, да. Но не такое, вот оно всё равно сухое в середине. Это первая Пасха, а это мама мне нашла итальянку. Итальяно. Она на итальянском там всё рассказывает, на итальянском, на русском, итальянском. Да, да, да. На итальянском всё рассказывает. И там были субтитры на английском. Я взяла эти английские, перевела в переводчике. Ну, в принципе, там поняла так, что-то так, там же видно, в принципе. И вот этот рецепт перевела на русский, на украинский себе сделала. И понравился. Всем понравился. Судовольно, вкусно. Но всё равно, вот той влажности в середине нет. Такой вот, как итальянская. Ну, может, зрители подскажут, что что-то. Может быть, да. Да, и, дай Боже. Я была очень рада. Так, теперь смешиваем нашу опару и то, что мы там нанесли. Ну, ничего. Настоящий рецепт покажет уже Галя на своём канале. Я надеюсь. Да, Галя? Может быть. Покажет на своём канале. Может быть. Настоящий рецепт. Я так, в общем, покажу. А Светланка? А может, у меня на то время ещё? Ещё, да? Хорошо. Так, что ещё сюда не будешь? Сейчас буду ещё муку сюда добавлять. И венчики буду менять из обычного миксера на такие вот, как для теста. Ну, будешь? Это будет теста. Ну, с ними играться нужно. Я вот когда делала перед паской, я, конечно, уже люблю сок. Созловела, я буду идти к на паску. Чтобы всё, всё, всё должно стало. А то я всё забываюсь. Ты же уже привыкла, что всё уже на видео делаешь. Ты только делаешь всё за видео. А у меня ж в голове не идёт. А потом вспомни, как мама. Ай, я вспомнила. Утку на стол забыла поставить. Один раз, не тоже думаешь, мы строили как раз этот дом. Ну, повернись сюда, Галь, не видно тебе. Строили этот дом. И это. И говорит, наготовили всего-всего. Я помню, тогда ещё, что бы Таня была. А ещё котлет. Целый казанок котлет наготовили. Всё поставила на стол, а котлеты эти забыли. А потом Таня говорит, Галя, а ты... А уже мы, уже закончили, всё. А Таня говорит, а ты знаешь, Галя, что ты забыла? Я говорю, что котлеты. Я говорю, а ты раньше не могла бы уже сказать? Ну, ничего, мы потом его на берег. С собой. На берег с собой. И всё. Главное приготовить, а уже остальное... С вместе мы всегда успеем. Да. Вот Света здесь лазит. Чтоб не мешать. Буду на благодарность всем. Снова мы отсюда на берег поехали. Молодые были, знаешь. Нам ещё... А что сейчас мешает тебе на берег съездить? Карантин, карантин. Сейчас я не веду в этом возрасте. Котлет, котлет нет. Вот самая, по-моему, меньшая проблема – это котлеты. Ага. Как Мария Семёновна... Сейчас Таня вот... А, звонила Таня и говорит, вот, Люба, ну всё приготовили. Всё. Только голубцы. Столько еды, говорит, невозможно. А Мария Семёновна говорит, боже, всё. Нема чего есть ты, нема чего есть ты, говорит. Это Лариса с Инной приехала, с Русланом. С Иваном. И говорит, нельзя... А столько, говорит, наготовили, что даже на стол некуда поставить. Я, говорит, говорю, маму, вот теперь куда ставить? Она говорит, нет, всё равно голубцов нет. Привыкла Мария Семёновна, обязательно, чтобы всё было. А голубцы – это... Ага, сейчас. Я всё вложу и налив. Сколько ты муки положишь? 275 грамм нужно, но я... У меня двойная... У меня двойной тариф. Тариф, да. Всё, я не буду отвлекаться, а то, Боже, смотрите, всё. А то только отвлекусь, и это уже всё. Так, ты соль отмеряешь? Ага. Мама сказала, что много двойной тариф. Мама, не уходи с кухни. Не-не, Гали, я... А ты опять продеваешь? Да, я только тебя снимаю, Света уже тут муку бросила, понимаешь? Всё уже, успела она. Шустрая хозяйка. Шустрая хозяйка. Ну, не знаю я, что рассказывать. Давай Юлю вам показывать. Достает, пусть она рассказывает. Юля ещё мастер-класс даст разговор. Не мне, а тебе. Она нам расскажет всё, а я с ней буду в день свою справа. Она, блядь, нам рассказывать. Она, надёшь, да. Ты будешь заниматься твоей справой. Она разговляет. Озвучивать тебе твои... Да, она... Кулинарные шедевры. Она занята. Вообще по рецепту 7 грамм соли. Но я добавила 4, потому что 7... Я в прошлый раз 4 добавила, и там не показалось много. Но... Нормально, вкусно. Не слышно. Соли у нас добавляют какую-то вкусную базу. Вкус. Ну, вот покупная панетона, она была сладкая, как у меня. Ну, у нас и не всё. Ну, да, покупная осталась... Ту, что купили мы по-натону, осталась. Да, но не итальянка здешней фирмы. А то, что света приготовила, быстренько всё съели за один раз. Так, ты меня снимаешь? Да, Галя. Параллельно. Да. Я устала, чтобы ты не показывала свет. Ты так интересно платок одела, Галя? Да. А ну, как-то, потому что я сейчас вот здесь подъявляю, что надо сходить. Ну, как-то я... А ну, света, выключи, там Вася поёт. Дай-ка. Покажи, какое тесто должно быть. Это у меня была самая большая проблема. Это в чем, какое должно быть тесто. Оно такое и не густое, и не мягкое, видишь? Сейчас ты, да, выключусь. Такая. Живая. Ну, сейчас чуть не мешаем. А вначале света была жидковатая. Сначала мне было жидковатая. Всё, снимай, я буду потом включить. Да, всё, всё. Да уже всё, Вас не поёт. Тут Оксана, Оксана, привет. Привет. Сюда, посмотри, как-то неуважительно. Жоркой покажи, что-то. Покажу. Ты не, 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 не это, повернись. Избушка, избушка. Привет. Света, ты пока ничего не собираешься делать, я пойду их с ним. Да я жду, чтобы ты видео снила. Ну, что, я за раз зимню, а потом 10 минут почивать. Потом снова зимню, снова 10 минут почивать, а потом зимню и добавлю в резюм. Это ты два раз будешь сбивать ещё? Да. И 10 минут, а потом должно отдохнуть. Отдохнуть. Да. Пойду их с ним. Пойду их с ним. Дай ему волю, дай ему долю, дай добро світу. Счастья дай боже народу, и мноя, мноя лица. Дай боже народу, и мноя, 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 мноя. Дай боже народу, и мноя, 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 мноя. Да. Захехался дед? Да. А внук нет. Да. Да. Да, да. Все, пошли, пошли, говорит. Ну все, теперь вот оставляем на 5-10 минут, оно постоит, а потом опять будем, 5 минут взбиваем, опять на 5-10 минут остыем, а потом опять перемешиваем. Это сколько раз надо? Три, три. Ну к тому времени Светланка может чай попить, а я вот сухофруктики поем. Ну чай пью так, что жму. Вот, Лена, ты скажи, что ты еще сухофрукты тебе добавляешь, экспериментируешь. Это Вася все сам сушил, чернослив в печке, в летней кухне печь стоит там, груши, яблоки. Да, Вася ставляется все в сухофрукту, сушил и сушил. Там, где мы вытягивали кисточки и слив не полинувались, то они же в первую очередь выпечные. Мы в сушарке сушили. Ну да. А ты в сушарке? А раньше в печке сушили. Чернослив раньше в печке сушили. Угу. Груши, если целиком, то в печке. А если нарезание, то в сушарке. Угу. Так, уже какая у нас тут кешка стала? Микенькая. Не смешно. Кешковый на попку. На что сравнение? Цукаты. У меня тут была первый раз курага просто. А это у меня экспериментальный цукаты. Экспериментальный. Тут гарбуз. Ага, тыква. Ага, тыква, который делала. А это все гарбуз. То, что как Галя делала цукаты тоже. Да. Из тыквы. Это у меня изюм. Тут 130 грамм изюма. Замочено 30 грамм. 35 миллилитров коньяка. Угу. Чушь. Ах. Пахнет коньячком. Я взяла резные изюм. Чтобы было. Я скрыла шевельно. Разноцветные. Такие как камушки. Масло подсолнечное. Масло подсолнечное. Такая дужа редкая. Дужа живая. Ой. Уже цвета красивая такой. Уже цвета. Ну на. Глянь, глянь. Смотри. Ух ты. Красивая. Желтенькая. Угу. Красивая. Красота. Угу. Красивая. Угу. Красота. На одну порцию. Это. Три. Желтка. И. Три. Яйца. И. Два. Яйца. Нет. Подожди. Сколько это получается. Три. Да. Три. Яйца. И. Три. Желтка. Секрет. Такий. Что. Света вам сейчас расскажет. Большой. Большой. Секрет. Который вам. Не расскажет. Ни один повар. Пропанатоны. Нет. Это. Просто. Света сама догадалась. Да. Ну. Мама конечно подсказала. Но. Света сама уже начала догадываться. Вот так. Надо. Дуже. Богато. Очень много масла. Послушайте. Очень много масла. Да. Так как прям. Богато. Богато. Много. Много. Потому что. Оно не. Очень липнет. К рукам. Ко всему. Ага. Надо. Побольше. Не жалейте. Масла подсолнечного. Да. Будет. Не очень хорошо. А так вот. Все. Прямо. Отлично. Все. Взялось. И в кастрюлю. Фаратемьяк. Ставить. На 20.5. Будет. Сейчас. Завышаться. Пытаться. Остыть. Оливье. Маслом. Кастрюлю. Не жалеет. Тоже помазала. Маслом подсолнечным. И вот сейчас. На 20 минут. Можно будет вытащить. И там. Будет. Меньше. Всего. Оставаться. Потому что. Она подойдет. А то. Будет. Вот такая. Каша. Угу. Все. Ждем 20 минут. 20 минут. Закрываем крышку. Ставим так. На мисце. Иди. Да будем. Раскладать. По. Формочках. Угу. Света решила. Пока. Руки в масле. А то еще и Галина. Тесто. Она без бармара. Помесить. Галя тебе. Меньше. Работы будет. Ну да. Мне там. Все равно. Надо было. с маслом. Чуть-чуть. У меня. Как раз. Свои руки. Тебе трошки. Крапление. Панатоне. Панатоне. Бешбармак. С краплением. Панатоне. 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 Панатоне итальяно. Он пишется. Да. Коли нам привозил. Кстати. Очень вкусно было. Спасибо Колечке. Попробую. Что такое Панатоне. Я Коля не пробовала. Я отстеки уже. Попробую. Попробую. Попробую не разу. Ну я не разу. Я и никому не. Майна раз еще. Не знаю. Так что Коля приезжает в гости. Берет Панатоне. Ха-ха-ха. 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 Так он сейчас в Италии же не был в Италии. Сейчас в Днепре сидит. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. На нас тут. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Кольчика молодец. Никогда не забывай. Ха-ха-ха. Так все. Перейти час уже пошел. Не надо быстренько. Надо делать тесто. Те белки, которые я отделила от желтков. Туда желтки бросила. Белки сейчас в холодильник поставим. Они охладятся немного. И с сахаром сделаем гуголь-моголь. Но я еще добавляла в прошлый раз. Я добавляла специальный загущивач. Загущивач. Не, она лазурь называется. Там белок. Белок просто. И туда прям загуститель. Вот. Ну, мне больше так нравится. Только мялоенькое такое прямое. А это уже с сахаром будем делать. Галя принимает эстафету. Да. У Светы. Следующий. Следующий. Сказал заведующий. Да. Будет следующий. Мам, ты что тебе надо нанести? Нет, мне тут не надо. Теперь Света в кадр. Теперь Света в кадр. Теперь Света в кадр. Любишь снимать, да. Вот так. Вот так. Так. Сейчас. Субтитры подогнал «Симон» 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 Курицу, утку, картошку, морковку сейчас вынимают. А сейчас в этот бульон мы будем бросать кусочки теста. Сейчас я уже положу телефон и буду помогать вот тесто. Ну, Света, ты покажи. Надо быстро пока кипит, быстро вот так вот забрасывать, потому что слипнется. Все. Все это масло налила. Побольше так размажу, потому что потом, если нет масла, и оно попадает туда, где нет масла, начинается проблема. Расползается, да, тогда? Да, конечно. А значит масла богато, тогда практически не осталось. В кастрюле ничего не осталось, потому что масла было много налито. Ну, осталось там. Ну, чуть-чуть. Ой, запахи пошли. Вкуснющие. Ну, панетоник. Запах панетоник. Панетоник, да. Значит, у нас масла не режется. Из-за того, что... Отрывайка она. Может быть, и забагато в кастрюле. А забагато мы хотим шапки, как поднимутся, высоким. И начинаем сходить. Понимаешь? Угу. Это не подобается, хай краще-меньше, но красивая шапочка, чтобы была. Да, чересчур, если много теста, будет сильно вываливать. Поэтому надо еще угадать. Что ты, Галя, говоришь? Я говорю, что надо закладывать третью часть формочек. Угу. Бешбармак тоже нужно помешивать, чтобы не слиплось. Только немного, потому что тоже нельзя. Все, я его разложила. Теперь я буду ждать, пока оно подойдет по краю к форме. Потом, потом, где же... Потом скажешь. Хорошо. Все, бешбармак готов. Так. Мужчинам такие шорпа. Шорпа. Мама, вы где тут есть? Я пока вот это уберу. Ну да. Это... Мясо, картошечка, морковочка. Все. Все. По-подходу. Я Наталья с обратно все поставила. Так. И они по-подходу. Угу. И что по-подходу ловесику, я их потом вытащила. И сделала вот эти вот надрезы. И они упали, и шапки попадали. Поэтому вот так. И сейчас вот сделаем эту процедуру. И они когда поднимутся, уже будут запекаться красиво. Можно острым ножем. Можно острым ножиком. Ну, ножиком... Скальпелем, да? Да. Скальпелем. Но у меня такого острого нету, поэтому я беру лезии. Вот так аккуратно, аккуратно его. Смотри. Минулый раз, в прошлый раз я взяла ножик и попробовала это все сделать ножиком. И у меня получилось не очень красиво. Угу. Вот эта шапочка, она получилась не очень красивая. Ты думаешь, лезьем будет красивее? Да, я сделала практически все ножиком. Потом взяла и сделала лезием. Это лезьем красивенько получилось. Видео снимает, пожалуйста. Угу. Ну, покажи, как ты делаешь. Поднимаем уголки. Хрестик-то, конечно. Буду, буду я и ты с вами. В лес. Кажи, что я иду. Да, пиде в наше секретное место. В маленькой, бачу, не виходит, не вистачает мені місця. Ну, будет так. Теперь, для чего мы все делаем? Переберем. Далее олія, найкращая. Найкращая для никто, знаешь? Масло. Масло. Подсолнечное. Масло. 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 А я думаю, что у тебя руки такие гладенькие. Просто они молодые, если это. А теперь маш, не маш? Ага, масло сливочное ты по кусочку сюда. По шматочку масло. Угу. Все. Так. Давай в духовку. Давай ставим в духовку. У кого есть в духовке нижний нагреваться, чтобы снизу. Поддончик такой, да? Не, не поддончик. А, сеточка. Здесь нагревается сверху снизу, а здесь нагревается только снизу. Я ставлю сейчас на 10 минут. Подогрев только снизу. Потом уже включаю на верх и низ, и оно туда уже подходит, и все запекается. Красивая колючевая шапочка, и тогда уже вытаскиваю. Все. Масло. Масло. Еще покажем. Готовом виде. Все. Вот такие у нас выходят панеттоны. Они такие некрасненькие, живенькие. Ага. Нам одну взяла. Сверху вот видно, да, надрезы? У нас тут стоит надрез, этот надрез, что мы делали. Ну, сверху токгой муглям мы обычно мажем. Но я думаю, этими не будем мазать, уже так и будут у нас. Да? Вот так, да. Ну, думаю, что да. Пускай они так вкусные, а то у нас он окрошился, и берем, что он только верх ест. Поэтому с мочного латует, опробуй. А рецепт панеттоны, дергиба, вставить в описании. Пока-пока.